Итак, сейчас мы возвращаемся к Новый Турзонка, где, снова и снова, Украинские и против-Украинские силы обращаются в контроле этого города. На 7-й день они сделали видео, что они были в контроле этого города за последние 7 дней. И они еще не сделали коррекции, и Украинские социальные медиа продолжают прорвать, что Украина в контроле этого города. Но, в самом деле, это не. Мы были на 7-й день, и теперь мы здесь, чтобы показать вам, что это реальная ситуация. Посмотрим, что мы можем найти каких-то пациентов, ну, больше, чем мы вчера. Есть информация, что у нас есть 170 пациентов, но мы не видели так много, но мы продолжаем, чтобы найти как-то информация на земле, и может, по-другому, 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 по-другому. Мы получаем много хорошего информации. Пожалуйста, лайк, подписывайтесь, подписывайтесь, и подписывайтесь. И, помните, мы абсолютно independent, крупных журналистов. Вы можете поддерживать работу с этим ссылкой на экране или в описании. Три раза сигнал и уезжай. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Валерий Иванович Пролов. А где вы живете? Садовая-2, 16, вот дом, который попал в крышу. А сейчас откуда едете, куда направляетесь? Еду, ну, со своего дома еду, еду к друзьям в Белянку, там останавливаюсь, потому что здесь невозможно жить сейчас. Вы давно эвакуировались? Я вчера только уехал отсюда. Вчера. А почему вы вчера уехали? Потому что попало в крышу. Как сейчас обстановка здесь, вот, в новой Товолжанке? Вы знаете, как в пустыне. Людей нет вообще никого. Машины редко-редко, когда какая-то проскочит. А так вообще, ну, дико-дико, на душе дико, честно слово говорю. И не знаешь, в какое время мы живем. Вам кто-то помогает? Военные или... Да нет, в общем-то я не обращался никому. РДК? Знаете, кто такие РДК? Да, да, да. Они говорят, что они контролируют эту деревню. Вот что вы можете сказать? Ничего не могу сказать. Ничего. Вы их видели? Я не видел их. Вы кого-нибудь вообще из украинских военных здесь наблюдали? Никого не было, никого. Никого не было. Спасибо, Большой. Мы просто приехали в центре города. Здесь есть много машин, чем было раньше, когда мы были здесь. И теперь мы попробуем поговорить с кем-то. Мы просто увидели какие-то солдаты идти, и мы знаем, что они были русские солдаты. И мы знаем, что они были русские солдаты. Если они были украинские или артековские солдаты, они бы имели белые или белые солдаты. Таким образом, мы были больше расслаблены, чем мы вчера, потому что мы были уверены, что нет украинских военных, или про-украинские солдаты здесь, и это было просто большая ложь на их стороне. Первый раз мы приехали, это было немного вопросов, но мы здесь, чтобы показать вам, что это действительно ситуация. Таким образом, мы должны отдыхать, чтобы слушать lies. Теперь это строительство, в котором этот человек сказал, что он живет. Таким образом, мы будем смотреть, если кто-то из своих близких еще рядом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы воинкоры. Ага. Можете описать ситуацию? Когда этот прилет был? Этот прилет, по-моему, 1-го числа был. Тут уже могу в цифрах спутаться, 1-го числа. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Где мы находимся? Мы находимся в село Новая Товолжанка, Шебекинского района, Белгородской области. А как здесь сейчас обстановка? Сейчас тихо. Вот это третий день, уже довольно тихо. Вот. Все без... Ну, иногда бывают где-то отклики взрывов. Пока непонятно где, ветер относится, поэтому... Ну, далеко. Вот. Сейчас спокойно. В селе в нашем спокойно. Три-три дня. А... Соседи ваши, местные жители здесь, кто-то есть еще, кроме вас? Да, есть. Ребята, мы вот, как и волонтеры, и присматриваем за всем, чтобы мародерства не было. Тут сказали, блуждают уже некоторые лица цыганской национальности. Вот. Одеты в солдатскую форму и шляются... Ну, этот самый, непонятно, чем занимаются. Вот. Мы вот животных кормим. Бросили многих животных, кошек вот бросили, собак бросили. Вот. Присматриваем за магазины, чтобы мародерства не было никакого. Вот. Вот. Что еще интересует? Как вы помогаете вот домашнему хозяйству? Кошкам, собакам? Вот. Буквально сегодня ездил в Белгород. Ездил я и привез кормы оттуда и кошкам, и собакам. Собаки, которые вот сейчас тут белые, может, видели большая, такую лошадь прокормить сложновато, конечно. Вот. Ну, стараемся как-то, выкручиваемся, выходим из положения. Вы здесь с кем живете? Я один живу. Вот. Это моя квартира. Я один живу. У меня ни родителей, никого нет практически. Вот. Все выехали, но наведываются, проверяют хозяйство. Потому что вот крышу вскрыло, дождь был позавчера. И это самое имущество. Многие накрывают клеенкой. Ну, что можно сохранить, вывезти. Вот. Вы между собой как-то общаетесь? В группы какие-то объединяетесь? Или каждый сам? Да. Ну, у нас небольшие вот проблемы со связью. Бывают то есть, то нету. Вот. Мы с ребятами тут периодически сталкиваемся. Вот. И каждый день мы видимся по несколько раз. Обход территории, вот, окрестностей. Вот. И чтобы ничего не было. А между собой вы какую-то перекличку делаете? Знаете друг друга? Телефонная связь. Примерно обозначаем время приезда. Вот. Чтоб мне не просто так шлялись по деревне, а через час ты у меня все. Или я у него. Все. Мы договорились, встретились и все в порядке. Вон она, кстати, и пришла. То есть вы друг друга здесь поддерживаете? Кто здесь остался? Да. Да. То есть и продуктами морально, и психически хотя бы вечером поговорить. Потому что ситуация такая вот всем страшноватая. Нервы не в порядке немножко у некоторых есть. Ну, поддержим, стараемся, держимся. Один вопрос. Вы здесь украинские войска наблюдали? Нет. Я не наблюдал украинских войск. Потому что здесь наши ребята стоят и не видел ничего подобного. Как-то взаимодействуете с нашими бойцами? Ну, стараемся помочь чем можем, что необходимо им. Допустим, вот, воды или что-то еще. Вот, приезжали ребята в магазин, вот, мы убирали, вывозили использовавшуюся продукцию. Вот. Сигареты просят там, ну, иногда там водички попить. Вот. Помогаем чем можем. Вот. Ну, вообще стараемся, если где-то ребята стоят наши, стараемся, как, поинтересуемся, что надо, необходимо. Может, там сигареты надо или что-нибудь еще. Ну, вот. Мало ли какая ситуация. Сейчас у них сигареты есть, через час их нет уже выкурили. Вот. Стараемся помочь чем можем. Вот, что в наших силах есть. Вы знаем, что это РДК, да? Что? Вы знали, что здесь было РДК? Что такое РДК? Ну, РДК... Российский добровольческий корпус, который сформировали на территории Украины. которые якобы хотят освободить исконно их территории и присоединить их, короче, к Украине. А какие их нет тут исконной территории? Ну, это они так думают. Так они думают, что Владивосток их нет. Мало ли что они там думают. У них там от наркотиков мозги уже это самое поплыли. Вы здесь наблюдали РДК? Нет. Я знаю, четыре дня назад они сказали, что они уже контролировали это силы один недель. Они сказали, что они... Это все ложь и провокация. Я все время нахожусь практически вот с первых дней СВО, и я ни одного неформала не видел тут, украинского. Наши ребята тут всегда на чеку, если вдруг сразу жесткий отпор. А то, что они там говорят, что они уже и зашли тут и контролируют ситуацию, это все лучше провокация. И еще вопрос. Как твое мнение? Сколько Граданский стало здесь сейчас? Сейчас в Атиш... Ну, порядка... Я не знаю, человек, на мой взгляд, человек 30-50, наверное, может и наберется. Вот я окраины там не шастаю, потому что квадрокоптер периодически летает. Непонятно наш или не наш. Тут граница, он три километра уже. Вот. А так, ребята, мы периодически встречаемся, видимся, вот, кто, где, кто находится здесь, вот, из нашего, это самое, населения. Вот. И наводим справки, помогаем периодически, вот, ну, чем можем, и помогаем. Хозяйство, я же говорю, кормим. И, может, кому хлеба есть, и кое-де еще, может, ну, пожилые люди, которые не в состоянии, техники нет, мы вот стараемся хлебом там обеспечить. Ну, чем необходимо. Вода, чтобы напоить, кормить, чтобы сытые, и нормально все было. Ага. И до это все? Сколько людей было жить тут? Всего сколько людей? Да, до. А, до. Ну, я навскидку не скажу несколько тысяч тут, это самое. У нас почти тысячная только школа вон находится, которую расшуровали. Вот. Детей порядка, этот самый, тысячи. А так, это, вам бы точнее, председатель сельского совета ответил, а я так навскидку не могу сказать сколько. Ну, несколько тысяч было жителей вот в нашем населенном пункте. Угу. И как вы сказали, твоя крыша на первое число был прилет, да? Да. И как вы думали, почему украинские стреляют на твою дому? Может, военный объект здесь? Да им, по-моему, без разницы, куда этот самый шмалять. Они стреляют, не считаясь, что здесь солдат здесь нет. Вы вот видели, что стоят тут танки или бронетехника какая-нибудь? Нету. Они, солдаты только появляются на случай прорыва, когда попытка идет прорыва оттуда, с той стороны. Обстрелы начинаются, и то есть движение идет оттуда. Вот бронетехника в соседнем селе пыталась зайти, подорвалась на фугасах. Танк, в частности. Вот. И они вот это вот кошмарят именно мирное население. Вот. Вы в Шебекино не проезжали, город Шебекино, да? Вот в районе рынка. Я как раз сегодня отъездил. Там же никаких военных, ни заводов, ничего нет. Они чисто людей уничтожают, как нацию. Разве это солдаты? Это, я не знаю, их и людьми назвать это сложно. Уничтожать, просто истреблять население русское, как, не знаю, что. Скажите, наши танки в Новой Товолжанке, наши военные стоят или нет? Да, есть этот самый. Не буду, я не знаю, где конкретно. Вот. Вот. Угу. Есть. Ясно. Сколько до границы? Ну, если по прямой, тут вот на горе уже три километра. Вот гора, та самая, украинская, наша одна, а следующая уже ихняя, там населенный пункт Огурцово называется. Вот. Вот. И пошла. А тут через Бор, ну тоже порядка трех-четырех километров, уже мы туда раньше за грибами ходили. Вот. Уже украинская территория находится. Откуда были артиллерийские прилеты? С украинской стороны. Это вот указаны все снаряды, прилеты. Вы же видите откуда, вот по компасу посмотрите откуда. Вот она, хохлятская сторона, и вот они прилеты все оттуда. Все. Вот. Дом в четырехэтажке вы были, вот красный рядышком. Все дырки оттуда идут. Так что тут никаких сомнений нет. Что-нибудь еще? Можно сказать два слова вот в канун праздника Дня России? Вот хоть что-нибудь. Ну, хотелось бы это самое, нашим ребятам-бойцам, которые нашу родину отстаивают кровью, как говорится. Я думаю, мы все равно победим. Вот. И Россия у нас, это наша родина. Вот. И я думаю, все равно победа будет за нами. Ну поздравьте всех с праздником. Всех с праздником. Всем здоровья, удачи и всего самого хорошего, доброго и светлого. Вот. И всех благ, короче говоря. И за западные аудитории, которые не знают, что это праздник День России, что я могу сказать, что это? Ну, как для американцев День независимости Америки празднуется? А это День России. Это большой грандиозный праздник для нас, для русских и именно людей. Вот. Ну что еще могу добавить? Это светлый большой праздник именно для людей, проживающих в России. Хотя тут многонациональное все, но все мы как одна большая семья и празднуем этот праздник от души. Вот. И все надеемся на хорошее светлое будущее. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Очень аккуратно. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Все, что мы хотим вернуться к Украине, потому что, в словах Белгорода, они не хотят это эскалилить в большом конфликт с Россией. Потому что Украина поддерживает русский территорию. Так что все. И это другой адрес, который говорил о том, как вы можете видеть в направлении этого шелла. 2-3 километра в этом направлении, это в Украине. Вы видите, это был выстрел прямо из Украины, в этот цивилизационный апартамент. И мы можем видеть его дом, прямо там. И мы можем видеть, что его влияние тоже было на этой стороне. Эти шеллы являются из Украины. И уничтожили эти цивилизационные домики, апартаменты и бизнесы. И уничтожили этот город. Таким образом, Украина может быть в контроле этого. Аааа, это бака. Привет, брат. Привет, брат. Как ты говоришь? Аааа. Sorry, у меня нет еды, брат. Аааа. Таким образом, мы можем видеть этот рост. В эту сторону, Украина. Рост. 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 Ох, это как кто-то получил свой 50th birthday before this horrible tragedy мы видим family photos, religious photos and Ukraine says the only fire on civilian or military targets but we just see civilian targets here so far ah, damn it we're gonna need a new fire on the planet we need a new fire on the planet we need a new fire on the planet И мы видим, что этот мотор Он просто пришел и ударил Эксплосионная часть Он ударил, ударил Эксплосионная мощность Он ударил, как мы видим Но вот, представьте это Выходите в ваш дом Это то, что Украина делает Это то, что украины здесь Как вас зовут? Меня зовут Евгений Где мы сейчас находимся? Что вы делаете? Куда уезжаете? Где живете? Вот буквально на одну минуту Сейчас мы находимся в селе Лжанка В частности, на улице Кугачева Просто сейчас вот в затишье Приехали вещи забрать Уезжали, потому что только документы с собой взяли Больше ничего Сейчас вот личные вещи, теплые взяли Потому что погода И разместились мы в Белгороде И нас там приняли хорошо Работаем там И там сейчас, непосредственно, находимся Какая ситуация вот здесь Сейчас, в Новой Товолжанке Вот прямо сейчас буквально, можете сказать? Ну, сейчас, на данный момент Тихо, выстрелов не слышно И что-то там по небу летало Тоже ничего такого не видать Были нанесены артиллерийские удары Составные украинских силовиков По, в частности, по частным домам По мирным жителям Вот скажите от себя Есть ли здесь военные? Находились ли они? Вот Как вы прокомментируете это? Ну То, что сейчас вот Когда мы въехали Разрушенные дома Вот на 9 мая В частности Крыши повреждены Вот Дороги Так вот По селу не ездили мы там Нам лишь бы Домой И назад В Белгород вернуться Никаких там танков И там Прочей военной техники Там Мы не встретили Дороги Только Соответствующие блокпосты Которые Нашей Российской Федерации И все Никаких войск Никаких Куда были нанесены вот эти удары? Ну Судя по тому, что мы увидели То вот По жилым домам На 9 мая Частный сектор Там Некоторые Больницы Посечены у нас Осколками Стекла На верхних этажах Вот Вот Заметили И как вы думали Почему Украинские стрелают на мирные люди? Ну Вот За них я не могу Откуда у них такая логика Зачем стрелять по мирному населению Даже Даже не скажу Были стрелы по электроподстанции По ГРП Которая у нас тут расположена Подавала газ на Новую Толожанку С Какой цель Какая логика у них Я вам в этом не скажу Не знаю Вы могу сказать Русские солдаты Контролируют Все время Или украинские солдаты Или как Смотрите Я не первого числа их не видел Ни сегодня Я их не вижу Были они тут или не были Я не могу вам Подтвердить Не проверить Только в паблике И все Кроме Руссии Никто увидит Да? Могу сказать Твое мнение Все время Руссия контролирует Что для вас День России День России Это наш праздник День единения Объединения Всего нашего народа Хотелось бы поздравить Всех ребят Которые Служат Выполняют Свой воинский долг С праздником 12 июня Днем единения Здоровья Всего 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 Спасибо Большой Спасибо Спасибо Субтитры 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 ощущение то есть что находится рядом с нами но даже меньше километра потому что там слышно все даже как поворачивать гусянки поворачивают мы все привелись бою потому что все возможно если даже и пехота пойдет то есть мы были готовы ты когда у 30 начался обстрел массированный как с их не стороны и наши ребята вообще молодцы сразу отбивали очень сильно то есть с нашей стороны вообще хорошо отработали сильные мощные такие ну вот и слышно как попадали потому что когда попадает в землю когда попадает во что-то другой разрыв и треск стоит то есть естественно наши давляли вот так молодцы и все ребята и все держались то есть так нормально все на каком расстоянии вы услышали что идет колонна и вы поняли что это идет именно наступление меньше километров то есть если мы замеряли то есть буквально от наших позиций и мы замеряли по нашим картам то есть расстояние ну километр где-то 900 метров потому что дорога уже не одна на и вот мы замеряли оставим доходил даже вот 800 метров точно мы слышали что вот она здесь и выхода их не слышно то есть естественно мы сразу координировали нашу и нашу в то время в то место просто заработали точно замедлительно кого бы вы хотели отметить именно вот в этих боевых действий чьи подразделения вот выполнили основную работу все подразделения молодцы ребята не растерялись готовы были принять любой момент бой какой бы он не был все сгруппировались наибольные готовки вот в частности в частности в ваше подразделение она чем какую несла роль вот именно в этом бою наше подразделение встретить прорыв обид вы одни из самых первых которых находились на первом так эшелоне все слышали были на изготовке были готовы тому то что они ходят но по ощущениям когда вы понимали что сзади все таки это российский населенный пункт вот что вам давало это боем твои еще не можете передать чтобы я думаю что мы защищаем свою родину и защищаем своих людей то есть смысл нет куда-то отходить назад дальше куда если зайдут значит они дальше период то есть защищать свою свою родину то есть каждый шаг . каждый метр это же наша земля а ваше мнение к их провокации то что медийность то что показали они что они захватили эти населенные пункты и пытаются захватить вот можете просто скажем так от себя им передать какой-то привет вот ну посеять панику в наших рядах не получится смысла нету значит военнослужащие у нас все адекватные среди них точно панику не посеять значит и гражданское население гражданское есть граждан если она не будет сидеть на ютубах и тик токах то она будет понимать что действительно у нас сильная хорошая российская армия если будут продолжать бороздить соцсети то противнику удастся психологически подавить многих наших пошли по диванах экспертов так называемых ну в частности вот что вы можете сказать там белгородцам еще что вот от себя что защищаете вы их не защищать от просто передайте белгородцам свои чувства рубежи границы мы защитим то есть можете не против не допустим на нашу можно сказать что это день русия за вас где россии праздник где носить великий праздник это день день нашего народа день нашего единства день нашей страны за которую мы действительно пришли воевать и отстаивать свои права и позиции поздравляем с хорошим с великим нашим праздником наша страна великая действительно держала в этот непростой период вышли мы ее защищать и будем защищать я надеюсь что мы все вместе сплотимся и придем общими усилиями нашей долгожданной победе победа будет за нами вас тоже с праздника соступающим ребят спасибо большое сейчас какая ситуация в течение вот этих двух дней в районе новой товолжанки в районе но шибеки на вот на рубежах границы вот что сейчас происходит я так понимаю что благодаря грамотным действиям как наших артиллерий как нашей разведки как наших спецподразделений значит произведены определенные зачистки определенные действия на данный момент чувствуется что противник отодвинут причем отодвинут на достаточно большое расстояние с его стороны последнее время последний по крайней мере два дня никаких активных действий не предпринимается если что-то начинает работать сразу причем сразу это очень радует начинается ответный огонь причем именно по тем местам я так понимаю что откуда идут выходы противника значит ну чувствуется чувствуется что переломный момент определенный произошел сдвижка произошла сдвижка в их сторону соответственно они ушли в тыл либо они перебросили свои резервы ну как бы информации у меня нет соответственно поэтому и болтать лишнего не стоит но намного тише стало намного спокойнее и в принципе видно что проехал по городу что люди потихонечку я так понимаю начинают возвращаться мелкими группами скажем так но люди чувствуют что здесь становится спокойно хорошо мы показываем что мы можем сегодня both в цивилизационном секторе и в милитарном секторе чтобы вы можете понимать с вашими глазами что ситуация и для лучших наших способностей потому что мы сообщим к вам вы наши спонсоры и наши лидеры о том, что наша работа пожалуйста комментарии как мы можем улучшить и что еще вы хотите увидеть и конечно нажмите лайк и подписывайтесь на канал и подпишитесь а если вы хотите посмотреть на release на видео то я и то же самое не да и все что вы можете найти на кейсер и лауреции пора все, вы можете помочь её краб twitter это спасибо в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok